На прошлой неделе российскому самбу исполнилось 80 лет. По случаю юбилея расскажем вам о представителях этого вида спорта Владкарина. 16 ноября свой юбилей отметила российская национальная борьба самба. Этот вид спорта включен в систему физического воспитания населения, является неотъемлемым элементом специальной подготовки личного состава силовых структур и участвует в реализации государственной программы патриотического воспитания граждан. В 2015 году самбо было включено в программу ГТО. Борьба самбо сложилась на основе обобщенных самобытных техник национальных видов борьбы народов СССР. В период с 1930 года этот вид единоборств получил широкое распространение в Советском Союзе, а впоследствии и в России. 16 ноября 1938 года вышел в свет приказ по Всесоюзному комитету по делам физкультуры и спорта о развитии самбо. Этот день и принято считать днем рождения единоборства. Спортивный клуб самбист города Латкарина продолжает традиции отечественного самбо уже 6 лет и занимается подготовкой молодых спортсменов и будущих чемпионов. Спортивный клуб самбист появился в нашем городе в 2012 году, с 1 сентября. Мы официально считаем, скажем так, начало наших дней, то есть это 12 год, 1 сентября. Вначале это спортивный клуб, в котором была одна группа по самбо, два тренера, я и Богдан Евгеньевич. Мы вели занятия вначале в Доме детского творчества и потом как клубное формирование в ДК Мир. Со временем все очень сильно изменилось. На данный момент в клубе работает 10 групп спортивного самбо, также группа боевого самбо и еще 7 различных направлений. Воспитанники спортивного клуба самбист также участвуют в региональных и всероссийских соревнованиях, на которых представляют родной город и завоевывают новые победы в копилку родного клуба. За 6 лет развития клуб вошел в федерацию самбо Московской области, в федерацию грэплинга Московской области, сотрудничаем с союзом ММА. Также клуб стал партнером торгово-промышленной палаты Московской области. Мы постоянно пытаемся участвовать во всех социально значимых мероприятиях, в различных проектах. Вот один из последних проектов, в котором мы принимаем участие сейчас, это обучение падению детей 6-7 класса 4 школы. Это абсолютно бесплатный проект. Мы совместно с общественной палатой города возьмем на обучение всех желающих, на курс из 8 занятий, чтобы ребята научились правильно падать, и у нас на улице было меньше травматизма. Максим Белозеров, Алексей Устинов. Новости Латкарина.